В Омской области дети-сироты, закончившие интернат, вынуждены скитаться по подъездам и жить на теплотрассах. По закону, каждый детдомовец имеет право на собственную квартиру, но жилье получают немногие. Только по официальным данным из 7,5 тысяч детей-сирот, зарегистрированных в Омской области, более пяти нуждаются в улучшении жилищных условий, а квартиры в этом году дадут только двум сотням. Куда идти остальным? Данила Выжевский встретился с несколькими выпускниками детских домов. Они рассказали, в каких условиях вынуждены жить. Сегодня я решил ночевать в этом подъезде. Подхожу сегодня, случайно увидел, что дверь открыта и не закрывается в дальнейшем. Вот, подошел, вот так просто сделал и зашел. Этот маленький рюкзак – единственное, что отличает Павла Бацилева от бомжа. Там без преувеличения вся его жизнь. Паспорт, аттестат и решение суда о праве на получение жилья. Чиновники должны были дать парню квартиру еще два года назад. Вот, решение суда. Прошел суд этим летом, предыдущим, который был. Вот, решение суда. И жду квартиру вот, окончательно. На очереди стоял 314 и уже 346. То есть подняли вверх. Не отпустили, а подняли. А пока зирота ночует на теплотрассах и в подъездах. Ведет себя тихо. Никогда не мусорит, чтобы жильцы домов пустили его переночевать еще раз. На работу Павла не берут. Нет прописки. Пока он неофициально подрабатывает на стройке. В месяц выходит 500 рублей. Хватает на хлеб. Изредка на молоко. Ивану Бабкову повезло больше. Удалось найти работу. Позади остались скитания по подъездам, ночевки на теплотрассах. Теперь с женой снимают крохотную однушку. Почти вся зарплата уходит на оплату аренды. Ждет положенные ему квартиры уже 4 года. В 2015 году он обратился в суд и выиграл. Но жилье так и не получил. Очередь до него тоже никак не доходит. Помогли с работой. Работаю, снимаю жилье. То есть был в суде. Никаких изменений не происходит. То есть выиграли суд. Должны получить. Но то, что должны, как бы говорят, ждите, ждите и ждите. Больше ничего. Изредка к Ивану заходит младший брат. Помыться и поесть. Александр тоже бывший детдомовец. Работы нет. Живет на улице. Но у брата оставаться не хочет. Говорит, не хочет стеснять. Бегал туда-сюда, где придется жить. В подъездах ночевали, сидели, гуляли до утра, чтобы работу искали, бегали. Чтобы жить. Что-то где-то железо собирали. Чтобы кушать было, чтобы не умереть. А очередь на квартиры для сирот растет с каждым годом. И она постоянно перемешивается. Те, кто выигрывает суды, попадают в ее начало, отодвигая остальных. А средств на покупку жилья для сирот не хватает. На этот год у нас порядка 300 миллионов на обеспечение детей-сирот жильем есть. На сегодняшний момент это позволяет исполнить не менее 205 квартир и предоставить детям-сиротам. В апреле первые 40 детей-сирот у нас уже получат свои ключи. Также в апреле мы начнем проводить аукционы еще на 160 квартир. Я думаю, что в первом полугодии мы все жилье предоставим. Так, если учесть, что на данный момент 5000 сирот в Омской области нуждаются в квартирах, а в год их получают лишь около 200, выходит, что все дети получат собственное жилье только через 25 лет. Данила Выжевский, Евгений Слепов и Антон Щетинин. Новости здесь. Омск. Новости здесь.